В выходные на лыжной базе прошло 16-е открытое первенство Сарова по лыжероллерам на призы администрации города. Это традиционные соревнования, которые проходят с 2007 года. И второй год подряд их проводят в течение двух дней. Первый день – гонки свободным стилем, второй – гонки классическим стилем – персьют. Наши ребята могут посоревноваться с спортсменами из других городов, то есть посмотреть, насколько на данный период времени они готовы. Потому что летний период – это, как всегда, очень ответственный в жизни каждого спортсмена-лыжника. Это подготовка, это закладывается база на весь предстоящий зимний сезон. Поэтому это своего рода, скажем так, пробные первые старты, разминка перед зимним сезоном. Единственная сертифицированная лыжероллерная трасса находится в Сарове, поэтому именно наш город проводит такие мероприятия. За медали в Саров приехали бороться спортсмены из Нижегородской области, Республики Мордовии, города Пензе. Для тренера «Шор Атом» Марии Казикаевой это первое соревнование после травмы. Буквально месяц назад я еще ходила в гипсе. И прошел всего месяц с того момента, как я снова встала на две ноги и меньше месяца, как на роллеры. Поэтому, по-моему, вполне достойный результат. Я сравнила себя с лучшими в нашей Нижегородской области. Теперь знаю, в какую сторону работать, что укреплять. Есть стимул. Погода в эти дни была на стороне спортсменов. Несмотря на хмурание, небо дождь не помешал соревнованиям. Самые юные лыжники 2013 года рождения преодолевали дистанцию один круг. А самые старшие мужчины-юниоры проходили на время уже четыре круга – 12,5 километров. Сегодня было очень тяжело. Мы еще приехали после сборов и мало отдыхали. И было очень тяжело. Тем более, впервые бегала дистанцию, ну, 6 километров тут. Раньше бегала по три. И было легче. И сегодня роллеры были очень тяжелые. Новые. Второй раз в жизни на них только стою. Потому что было тяжело. Было сложно. Бежали два круга. Я бежал на роллерах. Были быстрые. Горки большие. Летел. Все хорошо. Все понравилось. Впервые в Сарове прошли всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых пилотажных моделей самолетов. Показать свое мастерство в Саров приехали юные и опытные пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Тольятти, Королева и Олексина. Горизонтальный полет. Три прямые петли. Квадратные и треугольные петли. Песочные часы. Все это название элементов, которые выполняет самолет, направляемый участником соревнований. Модели взмывают ввысь, а также резко падают, словно сейчас разобьются. Но точные движения спортсмена выравнивают самолет. И вот через мгновение он готов выполнить новую фигуру в небе. Соревнования кордовых пилотажных моделей сравнивают с фигурным катанием. Вообще у нас наш класс это пилотаж, это как фигурное катание. То есть сугубо субъективное судейство. То есть каждый судья видит по-своему. И поэтому можно, скажем, спортсмен может сделать фигуру лучше, ему поставит меньше оценку, потому что судья так увидел. А другой сделает похуже, ему поставит больше, потому что судье показалось. Ну, как в фигурном катании. Поэтому тут нет таких критерий. Критерий, в принципе, там все фигуры сложные достаточно, 12 штук их можно выполнить за определенное количество времени. Уложиться в 7 минут, выполнить фигуры чисто – такой была задача для участников всероссийских соревнований по авиамодельному спорту, которые впервые проходили в Сарове в минувшие выходные. Показать свое мастерство в Саров приехали юные и опытные пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Тольятти, Королева, Алексина. Площадку для состязаний гости оценили по достоинству. Я вам честно скажу, это корнодром номер один в нашей стране. Да, вот у нас есть корнодром в Выборге, в Смоленске. Затем, вот сейчас, ну, в Москве, конечно, построили комплекс, сейчас мы его тоже не видели, еще поедем вот в августе. Но, по крайней мере, вот, и у нас в Самаре тоже есть корнодром. Ваш корнодром лучший по всем техническим характеристикам, по месту расположения, по качеству изготовления, по поверхности, покрытия, все хорошо. Соревнования проходили в три тура. Судьи засчитывали результаты двух лучших туров. По итогу победителем стал Даниил Гарфуддинов из Самарской области. Второе место занял Илья Сахаров из Уфы. А бронзу присудили Дмитрию Архипову из Нижнего Новгорода. Елизавета Ляпина заняла призовое место на фестивале «Тавлотрейл». Забег по пересеченной местности проходил на территории села Подлесная Тавла, Республики Мордовия. Соровчанка заняла второе место среди женщин на дистанции 32 километра. Забеги по пересеченной местности для Елизаветы Ляпиной стали уже привычными. Но в этот раз на фестивале «Тавлотрейл» спортсменка решила бросить себе вызов и выбрала самую длинную дистанцию – 32 километра. Елизавету ждали непростые участки – затяжные подъемы, сложный рельеф, лес и поваленные деревья. Участников на дистанции Т-20 и Т-32 ожидал брод. Многим мужчинам было примерно по грудь, женщинам – по шею, в зависимости от роста. Было такое препятствие, конечно, организаторы о нем не говорили. Было полной неожиданностью, увидев после шестого километра. Елизавету такое неожиданное препятствие не остановило. Она переборола себя и смогла перебраться на другой берег. Такую длинную дистанцию девушка выбрала еще и в качестве подготовки к следующему, более серьезному трейлу. Фестиваль «Тавлотрейл» прошел на территории села Подлесная Тавла, Республики Мордовия. Саровчанка заняла второе место среди женщин на дистанции 32 километра, пробежав ее за 3 часа 13 минут 30 секунд. Уступила 18 минут девчонке, которая заняла первое место. Но для меня это было больше как преодоление себя, а не для того, чтобы победить. Все-таки ты бежишь в трейл, ты наслаждаешься природой, ты бежишь в своих мыслях. И тут даже, наверное, больше главное не победа, а вот именно это участие и наслаждение природой. Вместе с Елизаветой в трейле участвовала и ее мама Алла Радимова. Спортсменка заняла первое место в своей возрастной группе на дистанции 10 километров. Елизавета Ляпина занимается лыжными гонками с 11 лет. И бег – основа летней тренировки, чтобы всегда поддерживать себя в форме. В качестве летней подготовки мы всегда бегаем, чтобы не потерять форму, наоборот, ее набрать к лыжному сезону. И как раз именно трейлы, они помогают подготовиться к зимнему сезону, потому что ты бежишь, это все-таки на выносливость, особенно если бежишь довольно-таки такую длительную дистанцию. Елизавета Ляпина не ставит себе цели взять высокие звания. Прежде всего, спорт приносит девушке удовольствие и позволяет поддерживать себя в тонусе. Более полувека в мире ежегодно отмечают Международный день шахмат. Праздник объединяет профессиональных шахматистов и любителей. Шахматы считаются одной из старейших и наиболее популярных интеллектуальных игр в мире. У них богатая история, связанная с разными культурами и народами. Они помогают развивать стратегическое мышление и критический анализ. Студент с РФТИ Тимирлан Абдулин шахматами знаком с трех лет. В интеллектуальный мир фигур его привел папа. С тех пор юноша начал развивать навыки в этой игре. До шести лет играл с отцом. Потом меня отправили во дворец детского творчества. Мне там повелся мой первый тренер Владимир Александрович Иванов. Он меня как раз научил в шахматы играть. Потом с ним уже ездили на турниры. До седьмого класса Тимирлан увлеченно играл при каждой возможности. Позже интерес угас, но снова возрос в студенчестве, когда стали популярны альтернативные форматы. Сейчас шахматы – это не только традиционные очные и онлайн варианты. Можно сыграть в шахматы Капабланки, Фишера, Бакхаус и даже партию на троих. Есть из самых, что мне больше всего понравилось, 5D шахматы. То есть получается там фигуры ходят не только стандартные в шахматах, но еще могут ходить и в прошлое, в будущее и в параллельные миры. Но это стало намного сложнее. Там развивают очень хорошо память. Нужно вспоминать каждый ход, который был даже в прошлом и который возможно быть. Шахматы считаются самой интеллектуальной игрой, а гроссмейстеры – чуть ли не гениями. Эти люди активно используют кратковременную память и быстро обдумывают разные варианты развития событий при том или ином ходе. Шахматы помогают прокачать концентрацию, скорость реакции и стрессоустойчивость. С ранних лет прививает чувство победителя. Потому что когда ты выигрываешь, то стремишься побеждать. Так же может понравиться и в будущем, то есть стремиться к лучшему результату. Международный день шахмат – прекрасный повод освоить новое занятие. В некоторых странах шахматы вводят даже в школьную программу, чтобы дети, играя, эффективнее развивали интеллект, креатив и навыки стратегического мышления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин